Одна из финалистов конкурса городских идей Олеся Борисюк два года назад организовала во дворе День микробов – праздник для детей. Инициатива до сих пор пользуется популярностью среди ребят, а потому решение проводить время с детьми чаще приняли безоговорочно. Олеся каждый раз готовит для мальчишек и девчонок интересные занятия – рисунки на одежде, лепка, уборка двора и многое другое. Проблема лишь в том, что ребятам негде было заниматься. Поэтому на конкурс городских идей регенерейшн девушка предложила поставить у себя во дворе тематическую беседку. Мы захотели некое местечко, где мы можем прятаться от дождя, ну или просто нам во дворе негде рисовать совершенно. Мы это делали просто на траве, как пикник. Все мешали. Если мы прятались в подъездах, целая толпа детей, что такое, что такое. Вот это мы. И этот проект стал чудесным продолжением нашей, так скажем, дворовой деятельности. Партнерами этого большого конкурса стали представители местного бизнеса, средства массовой информации и просто активные граждане. И участие такого представительного общества в проекте доказывает, что желание сделать Брест еще красивее и удобнее есть у многих. Так, образовательный центр программирования и высоких технологий выступил в роли спонсора и помог реализовать одну из представленных на конкурс идей. Проект, который именно нашей организации больше приглянулся, с которым мы больше взаимодействовали, это фестиваль «Город дружественных детям». Мы, во-первых, организовали там свою площадку, представили наши образовательные услуги, развлекали детей, помогали родителям определить детей с направлением для дальнейшего развития. И мне кажется, это отличная возможность объединить семьи, объединить организации, которые работают с детьми и сделать нашу жизнь для детей в Бресте лучше. Конкурс городских идей нацелен на то, чтобы идеи Брещан были реализованы, они оставались в головах. Инициативы были разные – дворовые фестивали, образовательные площадки, предложения о создании городской среды, высокого уровня и многие другие. Всего мы получили порядка 50 идей от Брещан на совершенно разные темы. Это были и экология, и урбанизм, и спорт. В итоге до финала, точнее, на финале жюри, в которые входили представители бизнеса, представители общественного сектора, СМИ, жюри определило 9 победителей, которые получили финансирование на свои проекты и, по сути, эти проекты и реализовались уже в итоге. Сделать Брест белорусским центром по урбанизму, по культурной жизни и по образовательным площадкам – вот к чему стремится проект «Регенерейшн». Организаторы надеются, что конкурс городских идей найдет не только продолжение, но и поддержку. Мы очень хотим, чтобы этот проект стал как добрая традиция в Бресте, потому что мы поддерживаем такие идеи, мы поддерживаем Брещан, мы поддерживаем их инициативу, потому что все прекрасно понимают и знают, что если не будет инициативы, наш Брест станет очень скучным, неинтересным, и мы будем ходить только домой и на работу, и все. А так у нас появляются третьи места, куда мы активно ходим, где мы общаемся со своими единомышленниками, где мы находим новое знакомство и так далее. Поэтому мы очень бы хотели, чтобы проект продолжился, чтобы бизнес еще более активно включился, чтобы мы выбирали не 9 проектов, которые получили финансирование, а 29. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.